Друзья, всем привет! С вами Ростислав, это новый выпуск Баслок, и я давно знаю, что вы ждете серию про наш Discovery. Он уже действительно давно строится, больше месяца машина стоит в Ростове, и я думаю, вам интересно, что с ней происходит. Мы отправили специального корреспондента по имени Виктор в Ростов, и благо есть монтаж, поэтому, друзья, наваливаем басухи, ставим лайк этому ролику и перемещаемся в город Ростов. Сейчас у нас включение с Альфа-Каса, поскольку Ростик сейчас в Питере, покажем, что сделали. Давайте посмотрим внутрь, в 12 пятнах, понятно. Вот так это все монструозно выглядит, сейчас автомобиль находится на пристрелке, ветрит уже просто люто, то есть действительно вот здесь вот в проеме скальп снимает. Ну и Антоха, Антоха, ваши комментарии нужны? ВП-6 с портами назад, 1,02 труба сзади стоит, 12,15, 35,15. Пробуем, настраиваем систему, с нержами пока вроде ничего, все пойдет, а вот с верхами пока у нас не очень. Вот надо сейчас второй пик поднять повыше, поднять частоту, то есть будем сейчас объем зажимать в средней камере, будем пробовать так. По объемам что-то расскажем? По объемам, ну, один к одному я сделал там по бокам по 400 литров, средняя камера 800, вот такие объемы у нас. Вообще 12,15 сюда идеально поместилось, в тоннели, туда бы еще зеркало поставить, и вообще как бы отлично. Так, слушай, тут спать можно. Вот где его место. Дом, который всегда его ждал. Ростик, конечно, нормально с собой все поставил, я начинаю потихонечку завидовать. Не, видон бомбовый, сзади меня поставить зеркало, и визуально это еще больше удлиниться. Ну, что-то пока слушать я внутри не хочу, честно говоря, но 35,15, блин, красиво. Следующую зарубу по ветру мы не делаем. Давай, земляк, тебе конец. По времени, на самом деле, все очень быстро получилось, сколько от момента разбора до первой пристрелки. На данный момент это за третья неделя, ну, две с половиной недели. Две с половиной недели, и вот уже, то есть, было полностью разобрано предыдущее оформление. И сейчас вот уже новое перед вами. Да, на моменте пристрелки, понятное дело, что с ним еще огромное количество времени надо будет поработать, поднять верха, то есть, все вот эти нюансы. Но уже, уже на данной стадии очень круто играет, очень уведренно, и реально вот скальп, вот здесь вот можно стоять в полный ростик, тебя оттуда выдывает. То, что было, и то, что стало, это вообще земля и небо, Антоха, в этом плане. Да, по низам прям нормально. Ну, вот уровень сейчас 29, 30, 26, вот хорошо. Прям все слишком низко, там слабое все, но мы не работали еще с трубами задними, вот этими, которые там. Ну, в общем, сейчас вот в плане, на стадии настройки и корректировки этих пиков. Будем пробовать изменять длину труб, объем, ну, вот и добиться наилучшего результата и КПД. Не, ну, на самом деле, казалось бы, что 29 Гц, с одной стороны, звучит как-то. Раньше ростик слушал, там, 20 Гц, а сейчас 29, как будто очень высоко, но звучит супер мягко. Ну, хорошо, да. То есть, ты не скажешь, что это, там, под верха играет? Ну, да, да. Не, ну, 29 какие-то верха. Не, ну, это, ну, многие, там, комментариях скажут, для многих уже 29, понял, верхами. Уже 15, сука. Да, уже 15, 10 Гц, я сбриваю, там, в Инстаграме, кто-то слушает. Ну, короче, мы его сейчас включим и покажем, как еще кида отлетают. Что вы, пи***ь, где нету там никакого урагана, там вообще штиль, ну, б***ь. Ааааа. Мы сейчас с Антохой работаем двумя сидушками и тестируем, как будет валить именно в сходочном режиме на два открытия. Сейчас частота 31 Гц. Слушай, ну дует здраво. Когда дверь одна, ну вот эта дверь закрыта, а внутри вот здесь ветра нет. Друзья, хочу рассказать вам о приложении, которое помогает быстро и эффективно искать тачки. Это основной инструмент подборщиков и перекупщиков для поиска автомобиля. Это Haraba, сервис для поиска и проверки автомобилей. В Haraba много крутых функций, помогающих быстро найти тачку для выкупа. Автомобили появляются в ленте сразу после их публикации на Авито, Автору, Дроме, Юли и сайтах крупных дилеров. Шансов позвонить первым по крутому объявлению намного выше. А удобные фильтры помогают искать тачку строго под твои запросы. Функция поиска с ценой ниже рынка дает возможность искать автомобили для перепродажи. И также есть специальный фильтр, который показывает машины только от хозяина, исключая объявления от дилеров и перекупщиков. Варианты, которые тебя заинтересовали, ты можешь проверить отчетами от автотеки. В Haraba на них выгодная цена, а в тарифе бизнес есть машины, которые проходят предпроверку от автотеки и от сеть. Хлам ты можешь уже на этапе поиска, не тратя кучу средств на покупку отчетов. В общем, скачивай приложение по ссылке в описании или QR-коду вот здесь вот на экране. В описании еще и оставлю промокодик, который даст тебе два дня доступа за 1 рубль, чтобы ты мог попробовать все прелести этого приложения. Ищи, оценивай и выкупай автомобили вместе с Haraba. Субтитры создавал DimaTorzok И как вы видите, оформление получилось мощное, ветра очень много, но на самом деле это не все то, что можно сделать с нашим Discovery сейчас. Потому что это, ну, наверное, процентов 70 от того, что можно вытянуть с этих сабов. И ребята продолжат доработки по Discovery, будут искать рез, будут искать еще ветер и менять пропорции всякие по соотношению именно в самом оформлении. Параллельно мы тоже ввели определенную работу, а именно готовы наконец-то подиумы под окна в задней двери, под два шестнаря и два рупора. Это подиумы делались под Сильвестр 16 и под две пары МФТ. Я их отправил в Славянск на Кубани к Юре, где их перетянули в кожу в сумме, то есть там где-то 10 тысяч работы обошлась. Юра еще взял там по-братски, в общем, с пересылом где-то 17 тысяч вышли эти подиумы. Мы их примерили под окна, и окна у нас теперь выглядят вот так, и мы поняли, что окна-то нам и не нужны. И эти подиумы тоже, в принципе, нам и не нужны. Поэтому я созвонился с ребятами в кастомсе и говорю, пацаны, а давайте не два шестнаря, а давайте, ну, чем побольше замутим. И, в общем, мы решили делать подиумы по 4 двадцатки в площадь всего окна. Ростик, привет. Вот смотри, вот такие подиумы Жека тут начал делать. Вот они впритык, но проходят, короче, 4 двадцатки. В общем, ребята сделали подиумы, и немножко у нас несостыковочка произошла, они их перетянули в карпет. Мне карпет на самом деле не очень нравится как материал, в целом именно особенно на улицу, потому что он будет собирать много пыли и так далее. В общем, эти же подиумы мы отправляем снова к Юре, уже вторые, получается, надискать задние окна, чтобы он их тоже перетянул в кожу. Сделаем их обычную черную кожу, со строчечкой, аккуратно, и будет выглядеть это классно. В общем и целом, пока ребята продолжают заниматься дискавери, чтобы вы понимали, 18 вариаций оформления было сделано. Ты представляешь себе вот просто эту цифру? 18 премьеров, 18 вот таких вот табличек ребята делали. То есть это 18 изменений конфигурации внутри автомобиля. То есть попробовали так. Вот так повалило. В общем, по-всякому разному. И пробовали на 0,02 трубах. Искали максимальный КПД, который можно вытащить. И на самом деле пришли к вот такому оформлению. Раскроем немного информации касаемо проекта дискавери. Как всегда думали, что все будет просто. Но на самом деле в проекте есть изменения, которые Ростик на самом деле не ожидал и не предвидел. Поэтому сейчас будем все досконально смотреть. Давай расскажем информацию. Почему сейчас дискавери выглядит именно вот так? Поскольку это уже не первый вариант оформления. Сколько перепилов? Сначала было принято решение построить такого типа оформления. Как оно называется? Банца 6 порядка, тоннельный. Попробовали это оформление. Вроде как хорошо у них все получилось. Решили и мы попробовали. Ну можно сказать, что, знаешь, тоннели вернулись наконец-таки. Раньше четверки были у всех, да? Раньше были четверки. Такого оформления там единицы были. Нет, вообще с тоннелей по сути все вот это и началось. Потом начались вот такие популярность, вот таких вот оформлений. А теперь все равно вернулись с тоннеля. Ну да, я решил тоже попробовать и испытать, что это за оформление. Вообще попробовать его настроить. Ну вроде все получилось. Пускай не идеально, допустим, в плане КПД. Да, вот прям нашли там. Понятно, там до идеала мы можем стремиться долго. Но довольно-таки эффективно получилось. Сабы 35-15 для такого оформления, конечно, им тяжковато будет. Там надо пожирнее какие-нибудь сабы. Четверки, да? Надо на 4-дюймовых минимум, да, катушках. А лучше еще и нео. Вот, чтобы чувствительность была хорошая. Сабы в этом оформлении нагружены почти во всей полосе хорошо. Это плюс этого оформления. Изначально почему ты разломал все, что было здесь до этого? Ну то есть оно выглядело примерно так же, но ты сдвигал стенки. Вот это все для чего, да? На стадии пристрелки я начинал понимать, как оно работает. И изменял соотношение, количество объемов в камерах боковых и посередине. Соответственно, площадь портов, да, и их длину мы тоже меняли. В разных вариантах всего было 18 групп замеров, 18 таблиц всего. Я посчитал вот в конце. Это у нас уже 18-й конфиг получается. 18-й конфиг. 18-й конфиг. То есть давай объясним. Во-первых, то есть когда был первый вариант. Оформления у нас были вот только низа-низа. У нас был один пик где-то между, не сказать, что он низкий, а не сказать, что он высокий. Это было 29-30. Ну это в таких оформлениях это середина. А верхов вообще не было? Верхов вообще не было. Они затухали плавно, там мощность росла, результат падал. То есть вообще неэффективно было наверхах. Ну и путем изменения объемов, я сговорю, мы зажали объемы, там и там зажали. То есть что ты делал? Ты сдвигал стенки, да? Я сдвигал друг к другу стенки и зажимал в боковых камерах объемов. То есть надо понимать, что сдвигание стенок это на самом деле титанический труд. Ну это вытащить все сабы. Это вытащить все сабы, все это сдвинуть, потом поиграться с объемами. Вот одно изменение вот этого конфига, сколько по времени у тебя занимало? Ну максимально, вот изначально, такое глобальное, в районе недели. Неделя на переделку. И то есть тогда не было понимания, не, ну понятно, было понимание, но не факт, что было бы лучше. Почему так много, да, таблиц? Ну может для кого-то мало, кому-то много, да, ну как бы, я считаю, это много. Ну довольно-таки много тестов было проведено. Понятно, я же говорю, если добиваться идеального результата с данного проекта, да, то можно еще там бесконечное множество времени и таблиц сделать, там температура уже играет роль, то есть как в броневике, там мы должны идеально создавать условия максимально одинаковые, да, вот те, в которых мы составляем эти таблицы, чтобы не ошибиться, да, чтобы не пройти тот участок, где уже у тебя с того, как момента, как КПД повышалось, оно начинало уже уменьшаться. То есть какие-то минимумы, максимумы, мы их проходили. Вот почему так много, я же говорю, потому что мы решили пройти от и до, да, вот я, что-то мне пошло там добавлять эффективность, я добавлял, изменял это в ту же сторону, пока оно уменьшаться не начинало, грубо говоря. То есть такого рода были эксперименты. Сейчас, получается, добился максимального КПД, а здесь у нас окошечки будут, то есть подсветочка внутри, это все, что это здесь? Это просто люки. Просто люки? Да. Видно не будет. А то было бы прикольно сюда сделать окошки. Фальш-панель обтянута в цвет салона, там вообще ничего не будет видно, получается, здесь люки эти будут скрыты тоже, они закручены, их видно, будет видно только тоннель с сабами и подсветка в оформлении. И на самом деле, вот в процессе получилось так, что Discovery очень большая машина, чтобы вы понимали, с учетом того, что я сижу не по центральному стойку, не так, как люди привыкли в позе креветки ездить, да, по соревнованиям, я сижу максимально комфортно. То есть это более 15 сантиметров от центральной стойки назад, за мной 12 пятнах, и им оказалось много объема. В общей сумме ужали 200 литров, где конкретно что поджали, я говорить не буду, просто знаете, 200 литров ужали. То есть многие в подобных оформлениях, наоборот, пытаются где-то найти объем, здесь же получилось, что его нужно сильно ужимать. И в общем и целом, ребятам в Customs огромный респект, потому что, судя по видосам, судя по тому, что получилось, оформление получилось максимально злое и ветрено. Вот посидел Димон, он приехал с Анапы, у него я, собственно, когда-то брал манганат, посмотрел и говорит, типа, делай дверь на болты, потому что по итогу в сезоне эта дверь не выживет, и ее достаточно быстро размотает. А я изначально дверь на болтах делать вообще категорически не хотел. Машина должна быть внешне эстетическая, внешне в стоке, это повседневный автомобиль, пусть и с мощнейшей басухой, но повседневный. Но в середине сезона менять двери, менять что-то где-то подваривать, мне на самом деле не сильно хотелось. Даже с учетом того, что мы сильно усилили дверь, этого усиления недостаточно. Поэтому, скрипя зубами, я говорю, пацаны, давайте дверь на болты. Ну, я решил тут сильно, прям, конечно, минимально, минимально. Да, минимально, смотрите, минимально у нас количество. Ну, вот, с броневиком, который пепелил, понятно, не понимально. Да, 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 вот здесь передний час двери тут на петлях осталось, я не стал там делать. Да делать не проблема, да, пока так. Пока так сделано, чтобы не развалилось, на самом деле. Один здесь в углу, посередине, наверху, ну и рамку стекла. Ну, повседневно, все максимально повседневно. Ну, да, кому-то повседневно, а у кого-то космо. Если есть гайковерт у тебя, то это повседневно. Шестигранник можно иметь в кармане. Вот, подарим ростику? Вот этот шестигранник. Я им что-то откручивал, и что-то, чуть-чуть, чуть-чуть закрутился, да, ростику подарим. Ну, теперь максимально повседневный автомобиль, открывается сигнализация надежная. Ну, на левую тоже можно сделать, но не надо. Давай приколемся ему, чтобы у него на все двери... Закрутим и отдадим ключи, да? Да, да, да. Буси щет шестигранник. У Антохи достаточно богатый опыт в крепеже двери на болты, потому что они собирали броник. И, кстати, про кастомс, кто бы что ни говорил, рекорды у них мировые, не побитые. Так что пацаны конкретно умеют делать оформление. Я много видел чатов, много видел всего. Как бы собаки лают, караван идет, как говорится. Поэтому пацаны пилят вообще жир, проект интересный. Я думаю, и вам напишите в комментариях, может быть, где-то вы, если слились автозвуком, видели какие-то обсуждения дискаря. Просто покидайте, что люди говорят. Я еще, может, где-то что-то почитаю, интересно выслушаю, что у меня 160-40 кВт будет. Ну, вы так и думайте. Именно поэтому мы и пилим дверь на болты. 5 точек крепления примерно у нас получается. Болты Антоха сделал максимально аккуратно. Вот как это по итогу получилось. То есть болтовые соединения максимально грамотные, аккуратные. При перетяжке, именно пленка в дальнейшем, никаких проблем не будет. То есть аккуратненько мы их с минимумом шпакли выведем. И, соответственно, потом машина будет заклеена, и дверь будет максимально аккуратно, красиво смотреться. Да, теперь в Discovery мой повседневный инструмент, помимо крутилки, будет и гайковерт. Я думаю, мы купим хороший какой-нибудь гайковерт. Макитовский какой-нибудь классный. Чтобы чисто с кайфом ездить по мероприятиям. И когда надо, будем закрывать дверь на мероприятиях и валить на одну открытую дверь. Как это, собственно, и должно быть. Потому что, если дверь не закрывать на болты, ее достаточно быстро разматывает. То есть при повседневной эксплуатации, естественно, болтов там не будет. Выглядит, понятное дело, что это все в стадии, максимально жестко, люто. А, еще в процессе пристрелки мне надоело сабы снимать дальние, потому что там узкая, ну, очень неудобная. Сейчас в моей комплекции пришлось делать полутораметровую отвертку. Полутораметровую отвертку. А где она? Трубы менялись, не снимая сабов вообще. А есть эта отвертка показать? Где-то там сабы, да. Так, то есть вот эта отвертка. Вот, видите, смотрите. Вот тут пылючки чуть-чуть. Это полутораметровая отвертка. Это лично твоя. Это больше, да? Да, да. Метр шестьдесят, наверное. Хорошая отверточка. Вот в перчатках откручивали и прикручивали трубы. Трубы пойдем покажу, чтобы люди поняли. Такая втулочка сделана. Вот видите, тут подгонка, под себе зазоров. Вот так вот со стороны оформления, если смотреть отсюда, вот так вставляется туда вот этим фланцем. То есть там заподлицо в фанере стоит труба. За счет вот этого фланца. И прикручивается. Ну, я вот на три прикручивал. Прикручивал, этого достаточно было. Они там не телепались. Понятно, мы сейчас прокрутим. Тут герметиком намажем, чтобы у нас там ничего не сифонило. Ну, вот так вот длину труб варьировал. Вот у нас куча проставочек, да. Трубы двухсотые. Тоже вот на них свои колечки делал отдельно. То есть ты вообще максимальное количество вариантов. У меня вот эта труба, мне надо будет ее так же просверлить и установить вот сюда. Вот на вот этих трубах будет, значит, окончать. То есть мы тут чуть-чуть, как видно, проехали мы нужный КПД, короче, чуть-чуть. Короче, изменений тачка претерпела огромное количество с момента начальной стенки и то, что есть сейчас в финале. То есть и еще в результате, понятно. Две недели, как я и обещал, там в предыдущем видео было с разными. Три недели уже запуск. Три недели мы запустились и вот сколько уже месяц, да, наверное, плюсом. Это только тесты все заняли вот эти. Чтобы найти КПД. Но сейчас КПД тебе все уже устраивает, да? Ну да, в принципе, неплохо. Сейчас оформление выкрасится, именно поэтому автомобиль находится в пленке. Выкрас оформление тоже даст свои плюсы. Ну, прибавку даем, конечно, все гладкое, глянцевое. Но, конечно, сопротивление в аэродинамике меньше будет. Плюс дверь на болты закрутим, я думаю, тоже тут что-то найдем еще по результатам. Стекло-то все равно держать людям придется. Дверь-то ладно. Ну, конечно. А стекло в рамке в этой, я не знаю, как оно. Блин, ну ему будет максимально люто. Ну, будут держать вот так вот ладошками, ребята. Да, да, да. Ну, либо можем ему вклеить сюда стекло навсегда толстое. Ну, в плане повседневого это. А на открытые окна как повалить? Уже не повалишь. Уже не повалишь. Вот на ходу уже кошмарить автобусы тогда на одну сторону. На одну сторону. Самому там в шоке сидеть в проеме придется. Не, ну, конечно, стекло будет страдать из-за того, что вся дверь будет здесь сидеть максимально жестко, конечно. Да, вот так вот выполнили. Но это еще не доделано. Я вот сейчас как раз доделываю. Сюда приварим шайбу. У нас трубка только квадратная была. Мы еще вот так вот приварим туда, чтобы у нас площадь вот этой не трубкой давила, а вот этой шайбой, получается. Ну, прижималась вон туда. Ну, вот как раз-таки ответные места. Да, вот так же внизу. Ну, и везде так же. По такому же принципу. Сейчас мне нужно зазор, на который дверь будет притягиваться, вымерять на каждом. Ага. На каждой трубке. Выставить, да, получается? Она примерно уже стоит, как надо, да. Ну, подкорректировать, чтобы равномерно не перекашивало при притягивании двери. Был одинаковый зазор. Чтобы резинка там не полностью ее там раздавливала или не дожимала. Ну, чтобы нормально было. С этой стороны по одной шайбы делаем. А с этой стороны, я думаю, по одной, может по две. Ну, не знаю, посмотреть, чтобы со временем, чтобы не выработалось и не провалился болт туда. Но он и так не проваливает. Ну, все равно дополнительно. С одной. Ну, я думаю, лучше по две. Вот так будет лучше, я думаю. По две приварим, будет поприкольнее. Слушай, а фронт будем менять ростик? Арнольда поставим? Или они сюда не полезут? Просто на следующий раз и ставим. На следующий год. Ему карту надо переделывать. Потому что не лезут, да? Не лезут. По внешнему диаметру Арнольда не лезут. 67-ю не лезут. То есть у него тут SQL, ну, достойно как бы, да. Ну, если в плане обновления, конечно, стоило бы карты обновить. Раз басуха уже достойного уровня такого. Ну, да, да, да. Я думаю, фронт тоже там со временем переделается. Короче, пока на данный момент остается так. Сейчас главное доделать басуху. Все. А это ему делали ростику, да? Ну, вот смотрите, да. Здесь вот рамку как бы привязали. Но здесь теперь с болтами нужно полностью вот этот контур хотя бы повторить. Здесь также вот сюда спуститься. И здесь усилители приварить такие, чтобы она жестко стояла, вот эта трубка. Здесь также вот сюда соединится. Вот здесь полосой так же пущусь вниз. Доделаешь усиление двери. Ну, я по контуру низ не стану там обходить. Тут по-хорошему надо делать решетку вот здесь вот. Внутрь двери. Да, решетку надо делать. То есть сделано было вот с этой стороны. Как бы, да, но оно не совсем так, как нужно. Здесь вот надо делать ту часть жесткой, которая прилегает в проем именно в этот. То есть здесь понятно, вот эта часть усилена сейчас, да? Паша ему делал в Питере. Но дверь-то вот этим местом прижимается, да? Да, да, да. Жесткость нам тут необходима, а не здесь. То есть у нас здесь вот этот промежуток еще будет тоже потеря. Понятно, это ребро, но металл все равно тон. Теперь мы, я же говорю, хотя бы, чтобы вот прикрутимся тут. Здесь усилен, ну, чтобы это тоже как ребро жесткости было. Ну, понятно, что на будущее там в карты полезем, если куда-то глубже, можно будет там все сделать. Короче, после того, как вот это все выкрасится, сам мы поставим, сделаем первый запуск уже на выкрашенном оформлении, да? Да, вот это надо будет посмотреть, у нас как изменилось КПД. И эффективно. Ну, на самом деле, да, интересно. С закрученной дверью люди будут держать, стрельнуть. Прям интересны какие цифры. Ну, а вы в комментариях нам напишите, как думаете, сколько будет будет диска. Параллельно, пока ребята строят, я занимаюсь определенными мелочами, которые требуются в нашем автомобиле. Это самое главное, активное охлаждение усилителей. Прошлый сезон показал, что наши усилители, это Machete M800, вот эти специальные версии на 28 кВт, перегреваются при эксплуатации более получаса движения ходом на закрытой крышке. То есть, почему-то, на самом деле, позапрошлый сезон было все четко, а вот в прошлом, видимо, было достаточно жарко. И через полчаса именно на закрытой крышке, приваливая по городу, перегреваются уси. Поэтому в этом сезоне мы решили добавить охлаждение. И огромное спасибо опыту Bus Security, пацанов с Chiboxar. Я посмотрел, как у них установлен охлаждение в BMW и увидел их классные кулера. Спросил, что за кулера. И, собственно, у них же и купил эти кулера, последние две штуки. И их будем добавлять именно на охлаждение в багажник, как активное охлаждение. Оно будет выведено на кнопку. И кнопку пришлось добавить, соответственно, в салон. И мы переделали полностью центральную консоль уже в самом автомобиле. То есть раньше у меня стояла магнитола. И были несколько кнопок на включение. Включение фронта, включение басухи и три кнопки, то есть секции включения подсветки в салоне. То есть оформление, боковые над дверьми и еще спереди над лобовым. Сейчас кнопок добавилось. Еще две. Теперь мы убрали оттуда мафон. Переместили RUX, то есть пульт управления процессором. А кто не знал, у меня стоит аудиопроцессор Resolute в самом Discovery, как головное устройство. Ну, источник сигнала. Потому что мафона у меня стало просто по приколу, типа как включение порца у меня был мафон. Мало кто, наверное, эту фишку знал, но кто конкретно следит за проектом, тот знает. В общем, мы мафон вытащили, поставили пульт управления и разместили 8 кнопок. Смотрится аккуратно. У нас теперь кнопки включения будут на включение процессора, включение одного усилителя, включение второго. Ну, то есть фронта, басухи и тылухи еще добавилось. И зоны подсветки также будут еще отдельными кнопками. И вольтметр по центру смотрится гармонично, аккуратно. Единственное, что в целом в дальнейшем, когда вот сейчас поставят сидухи, вот это все будет не очень гармонично смотреться. Но, я думаю, в сезоне мы все выведем в единый стиль. И обязательно я вам покажу. Ну, должно получиться круто, но уже сейчас вот эта вся часть, она выглядит эстетично и не сказать, что как-то колхозно. То есть сделано очень аккуратно, так что за это, пацанам, огромное спасибо. И, собственно, давайте подытожим этот выпуск. Процесс по дискавери идет. В ближайшее время я обязательно поеду в Ростов забирать тачку и подробно вам покажу все изменения, как по оформлению, так и по задней части. Сейчас процесс уже на финишной прямой, меняются усилители. Об этом я покажу в следующей серии. И уже оформление выкрашено, выглядит просто максимально сочно. Также хотел бы, чтобы вы, возможно, накидали варианты авторов каких-нибудь, кто именно занимается рисунками, либо примеры работ каких-то, как можно это оформление будет украсть, потому что есть определенные идеи по задней стенке. Я еще в прошлом оформлении хотел покрасть, но как-то все не состыковывался вот с Оксаной. Я думаю, в этот, может быть, с Оксаной мы как раз состыкуемся и что-то интересное придумаем, а идеи пока у меня нет, может быть, вы что-то накидаете. В общем, процесс идет. Одной из следующих серий обязательно я поеду забирать дискавери и покажу все свои эмоции, потому что пока что послушали по ходу все мои дискавери, кроме меня. Ну а пока, друзья, заказывайте автозвук с бесплатной доставкой от 7000 рублей. В общем, не откладывайте до сезона, ведь он уже не за горами. Сани готовят летом, а автозвук весной и зимой. А весна уже заканчивается, скоро пора открывать окна и валить с кайфом на своей тачке. Поэтому, друзья, с вами Ростлав, это Баслок. Ставим лайки, пишем комментарии. Пока-два! Субтитры сделал DimaTorzok